Уважаемые дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать в студию Карлсула. В нашей передаче от 20 июня 2014 года мы цитировали отрывки из речи Сергея Глазьева, советника российского президента Владимира Путина по экономике. О политике Киева он сказал, политика Киева действительно ориентирована на геноцид всего населения Донбасса. Для нас очевидно, что США полностью контролирует киевское правительство и толкает их на войну с Донбассом до победного конца. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир, потому что следующая цель, которая декларируется, это Крым. Но, видимо, есть и другие интересы в войне против Донбасса на востоке Украины. Это война за добычу сланцевого газа. Уже в мае 2012 года две крупнейшие мировые нефтегазовые компании, британская Shell и американская Chevron, выиграли тендер на разработку месторождений сланцевого газа на территории Донецкой, Харьковской и Львовской областей. Промышленную добычу планируется начать в 2018-19 годах. 25 октября 2012 года Shell начало отбурение первой поисковой скважины газа в районе Харькова. В середине марта 2013 года население Донецка, Харькова, а также и Крыма проводило акции и пикеты против разработки сланцевого газа. А также в окруженном боями славянском на юго-востоке Украины более 5000 человек неоднократно выходили на митинги, категорически протестуя против добычи газа. В качестве информации, в местах, где имеют место такие разработки, вода непригодна для питья. Люди болеют чаще, у животных выпадает шерсть, загрязнен воздух. Поэтому разработки сланцевого газа запрещены во Франции, Германии, Голландии, Швейцарии, Болгарии, частично и в США. Разработка сланцевого газа может привести в Донецкой области к экологической катастрофе и весь юго-восток Украины оставить без питьевой воды. Возможно, что последние события в этом регионе являются попыткой решить эту проблему путем развязывания войны и зачистки территории от населения, чтобы сломить его мощное сопротивление. Необходимо внимательно посмотреть, кто вступил в борьбу за сланцевый газ на Донбассе. Burisma Holdings является крупнейшим производителем газа на Украине. Данные о владельцах этой компании для украинцев тайна за семью печатями. Многие уверены, что в их руках большая часть украинских нефтяных компаний. По данным Центра по борьбе с коррупцией, Burisma Holdings с 2011 года принадлежит олигарху Игору Коломойскому. О его сомнительной роли сообщалось в передаче от 21 мая 2014 года «Ключевые фигуры в украинской войне». Анкетные данные двух других личностей в Совете директоров компании свидетельствуют о многом. Александр Квасневский, экс-президент Польши, посредник между Киевом и Евросоюзом. Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена, который оказывал большую поддержку государственному перевороту на Украине. И теперь правительство пучистов Украины стравливает украинский народ друг против друга. Манипуляции украинских СМИ разжигают среди населения западных и центральных регионов ненависть к жителям Юго-Востока до такой степени, что большинство даже поддерживает физическую зачистку, то есть убийство людей на этой территории. Это закончится управляемым США геноцидом на юго-востоке Украины. Уважаемые дамы и господа, на эти вновь вышедшие в свет взаимосвязи войны в Украине есть только один ответ, которым Сергей Глазьев закончил свою речь. Нам нужна широкая антивоенная коалиция. Помогите создать эту коалицию против войны, широко просвещая людей в Западной Европе о различных подоплеках конфликта в Украине. Пожалуйста, будьте так же и вы, активны за мир, вынося правду на свет. Так как на наши СМИ, к сожалению, мы пока еще не можем положиться. Спасибо вам и всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.